Казанский клуб нон-фикшн литературы В филиалах Казанского федерального университета прошли торжественные мероприятия в честь празднования 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Предлагаем вам посмотреть кадры с мероприятий. В филиалах Казанского федерального университета прошли торжественные мероприятия в честь празднования 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Елабужском институте КФУ звучали песни военных лет, а почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. В набережной Челнинском институте КФУ высадили Аллею Славы. После небольшого праздничного концерта ветераны и родственники с помощью студентов высадили на площадке инжинирингового центра 23 еля. Каждому деревцу было присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны и тыла. Анастасия Иванова, Универньюз. Если хочешь быть красивым – бегай. Если хочешь быть здоровым – бегай. Если хочешь быть сильным – бегай. Так говорили древние греки. Студенты Казанского федерального уверены, что движение – это жизнь. Поэтому уже 65-й раз проводится комплексная университетская эстафета по легкой атлетике. О главных событиях этого мероприятия расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. На стадионе Академии спорта прошла 65-я комплексная университетская легкоатлетическая эстафета. 65 лет назад впервые у нас на территории Казанского тогда государственного университета состоялась ленинская эстафета. Она называлась так. Ценно она тем, что здесь объединяются все наши студенты, все наши институты. В мероприятии приняли участие студенты, магистранты и аспиранты различных институтов и факультетов Казанского федерального университета. В этой эстафете я принимаю участие уже пятый год. Это моя родная эстафета, можно сказать. Я тренирую команду и всегда готова всех порвать за эконом. Наша команда всегда занимается с самого сентября, с самого поступления в университет. Мы занимаемся целый год и готовимся конкретно к этому мероприятию. У каждого института проходили свои отборы, где выбирали лучших из лучших. И сейчас на этой эстафете они защищают честь своего института и факультета. Принимаю, потому что люблю спорт, активно занимаюсь им в университете и пытаюсь принимать части во всех подобных мероприятиях. Любимый вид спорта на протяжении 13 лет был футбол, теперь перешел на баскетбол, занимаюсь им активно в университете. В забегах принимали участие женские, мужские и смешанные команды. Сразу же после забега своими эмоциями с нами поделился студент третьего курса. Шли вторые и вот по-моему на отрезке, на втором этапе наши вышли вперед и мне осталось только добежать. Победителем в мужском забеге стала команда юридического факультета Казанского университета. В этой победе они были уверены, хотя до Ласина им не так уже легко. Изначально мы решили сразу опору, ну начать первыми и держать сильный результат. Как бы мы начали, стартанули, оторвались и так всю дистанцию продержались. Движение – это жизнь. Занимайтесь спортом и будьте выносливыми, здоровыми и энергичными. Анна Глазунова, Роман Самарин, Ленар Довлетяров, Универ Ньюз. В Высшей школе журналистики и медиа коммуникации КФУ прошел круглый стол. Кто в нем принял участие и какие проблемы были подняты, расскажем в нашем следующем сюжете. Я рассматриваю наш с вами труд, труд преподавателей, как некое искусство, которое мы с вами, которое мы готовы овладеть и которое мы должны с вами внести. На сегодняшний день остро стоит проблема преподавания. Как находить подход к студентам, чтобы они развивались и получали должное образование в высших учебных заведениях. И раз преподавание – это искусство, все ли этим искусством владеют? Так, Высшей школе журналистики и медиа коммуникации КФУ затронули данную тему между преподавателями сферы коммуникации. Это и пиар, и журналистика, социология и политология. Проблемы мы сегодня, готовя эти кадры, работая со студентами, мы чувствуем новые потребности, мы как бы вот эмпирическим путем идем и ищем, что-то надо делать, как-то надо по-другому завоевывать аудиторию, обучать и готовить их к выходу в медиапространство. Елизавета Евсифеева, Владислав Михневский, Универньюс. На сегодняшний день многие студенты КФУ активно участвуют в жизни университета. Учащиеся юридического факультета стали одними из главных инициаторов Олимпиады по международному праву. Это всероссийское мероприятие, которое помогает студентам приобрести знания и опыт публичных выступлений. 5 мая в главном здании КФУ состоялась первая всероссийская Олимпиада по международному праву. Организаторами выступила кафедра международного европейского права и студенты юридического факультета. В этом году тематика Олимпиады сконцентрирована вокруг права Всемирной торговой организации, что действительно является очень актуальным и важным и для Российской Федерации, и для научного сообщества как такового. Поэтому я думаю, что нас ждут интересные результаты. Олимпиада проводилась в два этапа – письменный и устный. Во время второго спикеры выступали со своими докладами перед публикой. Многие студенты и преподаватели уверены, что это отличный шанс обрести ценный опыт и знания. Влада Крайнова, Владислав Мехнецкий, Универньюз. В нашем шоу-руме каждую неделю студенты встречаются с разными приглашенными гостями. Это и журналисты, пиарщики, писатели и многие другие. На этот раз перед студентами открылась новая личность. Кто это – узнаешь в нашем следующем сюжете. Тайфун. 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 Гайграниц. Гитубай против Брюска. Гастин противника. Накануне 9 мая на телеэкранах начинают показывать разные киноленты о войне. Например, такие как «Штрафбат», «Тайна сибирской княжны», «Прорыв» и многие другие. Но что еще связывают эти фильмы помимо тематики? В них снялся российский актер театра и кино Александр Цуркан. И 4 мая он провел творческий вечер со студентами Казанского федерального университета в шоуруме Высшей школы журналистики и медиа-коммуникации КФУ. В память воина-брата, что погиб за нее. Всю войну подсовязкнуть на все, кто бы тянулся и хотя горячился, понимал и ловок. Этот человек наделен даром рассказчика, человек, который погружает нас в мир музыки, стихов, в мир мысли. Александр Цуркан рассказал студентам о войне, языком, профессии. Пел, читал стихи поэтов Владимира Высоцкого, Александра Твардовского и других великих писателей. Сегодня мы редко слышим эти стихи, потому что, по мнению российского актера, этот жанр исчезает. Нет, и самый сложный жанр на сегодняшний день, но это самый благородный, самый благодарный, потому что слово всегда доходит до души. Не всякий танец доходит до души, не всякий. Но вот когда ты словом человека зажигаешь и трогаешь душу, это очень здорово. Это, я считаю, это высший пилотаж, наверное, потому что вначале было слово, и слово было Бога, и Бог было слово. Сначала слово, потом все остальное. Если ваш список книг, которые нужно прочитать, стремительно растет, а вы к нему даже не притрагиваетесь, то наш следующий сюжет точно придется вам по нраву. Как быстро и эффективно осилить по несколько книг в день, расскажем далее. Новый клуб для любителей деловой литературы начал свою работу в Казанском федеральном университете. Данное сообщество поклонников интересных и полезных нон-фикшн книг организовали сотрудники Alma Mater, вдохновившись популярным молодежным флешмобом, известным всем как Book Challenge. Напомним, Book Challenge набирает обороты по всему миру и призывает современных людей, живущих в состоянии постоянного цитнота, не забывать о пользе чтения и найти время для любимых книг. Идея заключается в том, что ты читаешь книгу и рассказываешь другим краткий пересказ, то есть основные моменты, выжимку, без воды. И таким образом получается, что ты, послушав другого человека, как будто бы сам эту книжку прочитал. Следующее заседание клуба состоится уже после майских праздников. Присоединиться к клубу любителей нон-фикшн литературы может каждый. У нас есть группа в Фейсбуке, где как раз происходит общение участников, где мы все договариваемся. Но хочу сразу сказать, что мы довольно строго отбираем участников и строго отбираем литературу. Такие у нас правила. Аделя Шемилова, Ленарта Влитяров, Универньюз. На этом все на сегодня. Следите за нами в социальных сетях и узнавайте обо всех событиях первыми. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok